Показывает жизнь. То есть вы не согласны, знаете, вот я тут с неожиданной мыслью встретился, не помню кто, по-моему это даже Павел Лунгин сказал, наш режиссер как-то, что, ну может быть он на российском кино говорил, он сказал, что поскольку кино нет, то вот напряжение смысла перешло в сериалы. Нет, я соглашаюсь, что это просто феномен, что сериалы поднялись, но зависит какие сериалы, потому что если мы не разделяем мини-сериалов, которые похожи на книжку в нескольких просто частях, а сериалов, которые без конца. Сериалы с конца уничтожают то, что основано на греческой трагедии, значит в каком-то порядке, где жизни и в конфликте есть начало, и есть развитие, кульминация, но так как солнце подросится и закат наконец все закрылось. Это наша культура, это и в Китае, и в Индиях, они так не смотрят на жизнь, они по-другому рассказывают жизнь, а мы так ее рассказывали. И сейчас по поводу глупых сериалов, извините, глупых сериалов, но к сожалению, это форма такая, которая уничтожает любой смысл, потому что один умер, другой родился, ничего с жизнью человека не может возникнуть, потому что сериал идет вперед, тянется дальше. И в том смысле, я думаю, что это очень понижает уровень просто духовности людей, люди на это смотрят и видят жизнь, как будто это прошло через мясорубку. Это маленькие куски без значения, а нет того переломного момента, который, катарзис, который должно появиться в греческой драме, что есть переломный момент. И они в нашей жизни, мы должны искать этих переломных моментов, моментов, после которых потом было продолжение, но что-то решилось. А этот сериал убивает. И эти мини-сериалы, которые поднялись, это совсем другое дело, и они бывают довольно интересные, хорошие. Хотя, я не видел таких, которых уровень можно бы сравнять с шедеврами Тарковского, или Феллини, или Антуниони. Или Зануси. Спасибо большое.